Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на портале экзегет мы продолжаем наши беседы по Евангелию от Матфея. И сегодня мы будем читать 17 главу этого Евангелия. И первая тема – это тема преображения. «По прошествию дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокою одних». Почему Христос делает свидетелями своего преображения не двенадцать учеников, не одного ученика, а именно трех? Потому что Христос сам свидетельствует о себе в Нагорной проповеди «Я пришел не нарушить, но исполнить закон». А по закону Божию любое дело верно при устах двух-трех свидетелей. Он взял их на эту гору, чтобы они стали свидетелями его чудесного преображения, о котором бы потом евангелисты поведали бы всей христианской айкумени. И читаем, «И преобразился пред ними, и просияло лицо его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как свет». Зачем нужно было преображение? В Новом Завете сказано, что Христос преобразит и нас самих в день воскресения. То есть, преобразившись, Он показал верующим в Него, какая слава ожидает их по воскресению из мертвых. Иоанн Богослов в своих посланиях так и пишет, «Не знаем, какими мы будем, но только знаем, что будем подобны Ему, как Он». И вот явился им Моисей и Илья, с ним беседующие. Здесь мы видим еще двух свидетелей преображения Христова. Таким образом, мы имеем трех свидетелей земли, из земной жизни, Петра, Иакова и Иоанна, одного свидетеля из ада, Моисей, потому что даже все ветхозаветные праведники, когда они умирали во времена Ветхого Завета, они душею сходили в ад. Только в день воскресения Христос вывел их из ада, когда Он сам воскрес из мертвых. И Илья, а Илья свидетель с небес, потому что он не умер, он в огненной колеснице был вознесен на небо. Таким образом, и земля в лице Петра, Иакова и Иоанна, и ад в лице Моисея, и небеса в лице Ильи были свидетелями чуда Христова преображения. И вот явились им Моисей и Илья, с ним беседующие. «При сём Пётр сказал Иисусу, Господи, хорошо нам здесь быть, если хочешь, сделаем здесь три кущи, тебе одну и Моисею одну, и одну Ильи». Конечно, Пётр немножко не понимает, что он говорит. И древнехристианский экзогет, византийский монах XII века, Ефимий Зигабен, он называет такие действия Петра «священным безумием». То есть он пребывал в таком восторге от чуда преображения Господня, что он решил поселиться на этой горе и жить с Иисусом, Моисеем и Ильёю на этом святом месте, на горе Фавор. «Когда он ещё говорил, все облако светлое осенило их, и все глаз из облака глаголющий». Это уже свидетельство Бога Отца. «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Моё благоволение. Его слушайте». И мы помним, что, когда было крещение Господне, тоже было осеняющее облако, которое видел Иоанн Креститель, и тоже был слышен голос Бога Отца, «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Моё благоволение». А вот в этом случае мы видим прибавление к этим словам. «Его слушайте». А почему на Иордане? Бог Отец не сказал «Его слушайте». Потому что тогда Христос не начал еще проповедовать. А здесь, скажем так, от Иордана и до горы Фавор преображение была и на горной проповеди Иисуса Христа, и многие притчи, которые он рассказывал. Поэтому здесь Господь добавляет «Его слушайте». «И услышав, то есть глаз Бога Отца, ученики пали на лица свои, и очень испугались, как и во дни боговица Моисея, когда Бог произносил десять заповедей, народ был в ужасе, и умоляли Бога и Моисея, чтобы им не слышать голос Божий, а чтобы Моисей передавал им слова Божие. И услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались. Они были по-настоящему богобоязненные люди, но страх Божий и есть начало премудрости. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал «Встаньте, не бойтесь». Видение прекратилось. Возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. Казалось бы, происходит некое умоление, чудо-преображение, но на самом деле вот эти слова, они никого не увидели, кроме одного Иисуса, свидетельствуют о величии Христа и Иисуса Господа нашего, в котором мы постигаем и Бога Отца, который являет нам благодатные действия Бога, проявляя заботу о нас, который сам есть альфа и омега, смысл человеческой истории. То есть, только взирая на Христа, мы пребываем в общении и с Богом Отцом, и с Богом Духом Святым. Как Христос говорит, «Видящий меня видел и Отца». И Он же Христос есть Тот, Который пошел к Отцу по вознесению на небо и умолил Отца, и Тот послал Духа Святаго на землю. Для славы, чад Божиих, для помазания в царственное священство. Поэтому во Христе мы имеем все. И далее мы читаем, «И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря, «Никому не сказывайте о всем видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых». Почему апостолам было важно стать свидетелями преображения Христа? Есть другое объяснение. Христос готовится к страданиям вольным, добровольным, к смерти на кресте. И чтобы ученики поняли, что это именно добровольные страдания, накануне Он преображается перед ними, чтобы потом, когда они увидят Его распитым на кресте, они бы поняли, это добровольные страдания нас ради человека и нашего ради спасения. И Он им запрещает до времени говорить об этом, пока Он не воскреснет из мертвых. И спросили Его ученики Его, как же книжники говорят, что Ильи надлежит прийти прежде, то есть прежде пришествия Христа, так сказано и у пророка Малахия. Иисус сказал им в ответ, правда, Ильи должно прийти прежде и устроить все, но говорю вам, что Илья уже пришел. Здесь Христос говорит об Иоанне Крестителе, который был пророк в духе пророка Ильи. И не узнали Его, а поступили с Ним, как хотели. Мы знаем, что Ирод обезглавил Иоанна Крестителя. Так и Сын Человеческий пострадает от них. Тогда ученики поняли, что Он говорил им об Иоанне Крестителе. И далее рассказывается о том, как Христос изгоняет беса из подростка. Когда они пришли к народу, подошел к нему человек и, преклоняя пред ним колени, сказал Господи, помилуй сына моего, он в новолуние беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду. Ну, как это напоминает и наших детей, внуков, правнуков. Их действительно из одной крайности бросает в другую, из огня в воду. И этот отец несчастный далее говорит, «Я приводил его к ученикам твоим, и они не могли исцелить его». И Иисус же, отвечая, сказал, «О, род неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас. Приведите его ко мне сюда». На самом деле Христос здесь говорит не столько об апостолах, которые не смогли изгнать злых духов, а сколько о самих заинтересованных в исцелении мальчика о людях, которые не имели достаточной веры. Ведь всякий раз, когда Христос кого-то исцелял, он требовал веру или от того, кого он исцелял, или от того, кто ходатайствовал за больного. Поэтому эти слова не обязательно относить к святым апостолам, а можно отнести и к близким этого отрока, хотя и такое истолкование допускается. «О род неверный, развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас». Есть третье объяснение. Эти слова вообще обращены ни к апостолам, ни к людям, а это отношение Христа к бесам и демонам, которые мучили этого мальчика, и Христос возмущается их коварством. Все три истолкования имеют право место быть. Хотя мы имеем у святых отцов разные истолкования, но в этом и заключается богатство традиций, ибо одно истолкование не исключает другое. «О род неверный, развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне сюда». И запретил ему Иисус, и бес вышел из него, и отрок исцелился в тот час. Тогда ученики, приступив к Иисусу, наедине сказали, почему мы не могли изгнать его. Здесь вот наедине Христос выговаривает уже и самим апостолам. Иисус же сказал им, «По неверию вашему». Неужели апостолы были неверны? Тогда они были люди, простые, плотские люди. Они станут по-настоящему апостолами, когда в день Святой Пятидесятницы Дух Святой сойдет в их сердца. Иисус же сказал им, «По неверию вашему, ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно, и скажете горе сей, перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас. Сей же род изгоняется только молитвой и постом». Вот здесь он их как бы на будущее вооружает необходимостью соблюдать посты и молиться, ибо в одни Христа, мы знаем, они пребывали как бы в состоянии непрерывной светлой седмицы, посты они не соблюдали, они начали соблюдать посты только после вознесения Христова. И далее Христос опять говорит о том, что Ему надлежит быть убиту и воскреснуть. «Во время пребывания их в Галилее Иисус сказал им, Сын человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют Его, и в третий день воскреснет». То есть даже когда Он говорит о том, что Он будет предан, что Его убьют, Он не оставляет их без надежды, свидетельствует о том, что Он все равно воскреснет, смерть не может, не сможет удержать Его в своей власти. И они весьма опечалились, потому что даже на мгновение разлука со Христом для них это была трагедия. Далее рассказывается о подаче на храм. «Когда же пришли они в Капернаум, то подошли к Петру собиратели Дидрахм и сказали, учитель ваш не даст ли Дидрахмы?» Это денежная сумма. Он говорит «Да». И когда вошел Он в дом, то Иисус, предупредив Его, то есть опередив Его, сказал, «Как тебе кажется, Симон, цари земные, с кого берут пошлины или подати? Сынов ли своих, или с посторонних?» Петр говорит ему с посторонних. И Иисус сказал ему, «Итак, сыны свободны, но чтобы нам не соблазнить их, пойди на море, брось уду и первую рыбу, которая попадется, возьми, и открыв у нее рот, найдешь сатир. Возьми его и отдай им за меня и за себя». Дведи Дидрахмы — это была определенная дань на храм, а поймать он должен был рыбу, в которой сатир цена четырех Драхм, чтобы Петр и за себя заплатил, и за Христа. Ведь эти люди, которые подходили, они спрашивали, не даст ли ваш учитель пожертвования цедаку на храм Божий. Таким образом, Христос научает нас не уклоняться от исполнения наших гражданских и религиозных обязанностей. Гражданские обязанности, как апостол Павел пишет в послании к римлянам, кому подать — подать, кому оброк — тому оброк, а религиозная обязанность проявлять заботу о храме и регулярно вносить какие-то пожертвования, прежде всего, на тот храм, куда верующие ходят на молитву, где они участвуют в таинствах церкви. Итак, сегодняшняя Евангелие от Матфея, 17-я голова, преподала нам несколько важных уроков, которые мы постарались с вами усвоить. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!